Здравствуйте, мои друзья! Сегодня будет лёгенькое видео с юмором от копателей. Так что усаживайтесь поудобнее и поехали! На первом фото немецкая табличка с надписью, а перевод приблизительно такой. Не ходите, дети, в лес по грибам и ягодам. А то можете остаться там в качестве удобрения для этих грибов. Ну а это как раз новогодняя тема. У чёрных копателей белый снеговик. Блин, какого хрена он белый? Видимо, копатели всё-таки были белые или маскируются под них. А на этой фотографии парень, видимо, очень рад, что нашёл МГ-42 и позирует с ним. Он сразу выложил эту фотографию в интернет, чтобы похвалиться. Ай, какой молодец! А это счастливый полицейский с тем же МГ-42. Тоже радуется и позирует для фото в газету. Кстати, а куда делся тот паренёк с предыдущего фото? Случайно никто этого не знает? На самом деле, каждый оберегает своё жилище как может. А вдруг грабители на крейсеры нападут? Ну или на двух катерах и одном буксире. А это немецкие презики. Почти новые. Берём. В хозяйстве всё пригодится. Вообще, они из резины. И я думаю, они не испортились. А это фото для примера, как нужно маскироваться чёрным копателем. Для того, чтобы вас не узнали сотрудники полиции. А ещё обязательно подписывайте, что весь найденный хабар вы топите в ближайшей речке. Прям вот так и представляю. Сидит сотрудник полиции, смотрит видео и фотки копателей. А у них куча находок. А потом докладывает начальству, задержать никого не можем. Потому что все найденные оружие и боеприпасы, они топят в речках и прудах. И опять целый месяц сидеть без медали. Ааа, так вот как выглядит шлем рогач. Ну а это пёс чёрный копатель. Тоже ему замазали глаза, чтобы его полиция не узнала. Ну а если вдруг его узнают, то хозяин вообще ни при чём. Типа я понятия не имею, что это псина с земли подбирает. О, а это фото вообще как сюда попало? Ну видно же, что ребята жонглёры и тренируются. Наверное они из цирка. Надеюсь они не уронят ни одной из них. Ну а это фото из серии. Послали за дровами для костра. А он всю жизнь за компьютером просидел и в лесу никогда не был. Ну а может быть он замёрз и решил сделать пожарче огонь. О, а тут походу олимпийцы тренируются. Олимпийский огонь передают из рук в руки. Приехал в лес, забыл мангал. Но РГДшик накопал. Достал тушёнку, газ поджёг. Его уже мы месяц ждём. Может бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. Это отличное применение ствола в мирной жизни. И я не удивлюсь, что в земле всё остальное зарыто. Но этот ствол торчит, потому что лень глубоко копать было. А этот дед, видимо, садовод-любитель. Такой типа, вот видите, какие баклажаны у меня в огороде вырастают. Какая крутая находка. Давай, друг, сфоткай меня. И тут такой голос за спиной. Товарищ полковник, его здесь оформлять или сразу в обезьянник везти? Джонни, а что будет, если её об дерево стукнуть? Я не знаю, давай попробуем. А это когда после лютого застолья полицейский Бобик перепутал с немецким тигром. А это ещё один пример, что делать, если забыл дома мангал. Самое главное, не перепутать бачки от противогаза с вопами. Мне кажется, я уже где-то видел этого Джонни. Это ритуальный танец копателя после удачной, мать о, находки. Ну и, конечно, он потом всё утопит вон в той реке. Я по привязке к фото посмотрел. Эта река совсем рядом, километров 200, не больше. На этой фотке с шапки тех, у кого не было визы для въезда на частную территорию. А это ещё один пример, что грибы в этом лесу несъедобные. Друзья, проверять на вкус я вам это не советую. У этого Тепурика такие испуганные глаза, Как будто он сам себя в зеркале увидел и забыл, что он в противогазе. Видимо, кто-то решил развести костёр, А мелких веток в лесу не нашлось. Я думаю, будет очень жарко. Каждый копатель хочет стать реконструктором. И делает это в меру своих возможностей. Если у тебя нет денег на новый забор, То это не беда, укрась свой старый. Я копаю 20 лет и всё знаю. Говорю вам, они бронебойные. Джонни, вон видишь, там машина наших конкурентов. Твою мать, может не надо, Раз в год вообще-то и палка стреляет. Да не ссы, там патроны отсырели. Отлично, сколько я бутылок нашёл. Интересно, водка там ещё не выдохлась? Ничего себе водяру раньше делали. Джонни, спорим на сотку, что он стрельнет? Опять эти реконструкторы, как же они достали? Снова играются с оружием. Вот он, настоящий чёрный копатель. Запомните его лицо. Ну, в общем-то, друзья, всем добра и позитива. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...